Сегодня хочу говорить на тему, кто мы во Христе Иисусе, почему это так важно, почему благодаря этому откровению мы сможем побеждать грех и сможем не разочароваться в Боге, действительно сможем сохранить с Ним тесные, любящие, близкие отношения. Сегодня многие верующие неправильно воспринимают свое положение во Христе. Они представляют Бога на далекой необитаемой высоте, на которую им нужно подняться, на которую Бог требует, чтобы они поднялись. Они изо всех сил пытаются делать что-то для того, чтобы быть святыми, правильными, угодными в глазах Бога, но понимают, что они никогда не могут этого достичь, у них не получается. Из-за этого они разочаровываются, из-за этого они чувствуют религиозный стыд, из-за этого они уверены в том, что Бог не слышит их, Бог не снисходит в их ситуации, в их жизни и не помогает им. Таким образом, многие оставляют веру, оставляют отношения с Богом, потому что они не видят в этом никакой перспективы и пользы. Проблема кроется в том, что многие так и не осознали суть Евангелия. Они не понимают, кто они, как новое творение во Христе Иисусе. Очень важно понять, что через смерть и воскресение Иисуса Христа мы абсолютно приняты Богом, приняты Отцом, любимы и являемся Его детьми. В этом суть Евангельского послания. Нам буквально нужно пропитаться этим откровением, принять Его, размышлять, действительно сделать не просто частью своего мировоззрения, а впитать Его всем естеством. Теперь мы навсегда принадлежим нашему Господу. Теперь мы Его. Но многие верующие по-прежнему продолжают жить по закону. Они думают, что исполнением заповеди, очень усердным старанием они смогут стать лучше, они смогут победить грех, они смогут угодить Богу, они пытаются что-то делать, они делают акцент на том, что они должны, должны совершать правильные вещи в глазах Бога. Но важно увидеть себя новым творением, важно принять эту истину, потому что это должно стать отправной точкой ваших дел, ваших свершений, ваших мыслей и ваших побед. Вы действительно сможете побеждать грех, вы действительно сможете не делать каких-то нехороших вещей, вы действительно сможете угождать Богу, вы действительно сможете понимать Его, слышать, общаться с Ним, действительно получать от этого радость, потому что вы Его, вы новое творение во Христе Иисусе, вы другой человек. Прежнее прошло, ветхий человек умер, он сораспялся со Христом, и теперь вы – Дитя Божье. Именно это должно стать в вашем сердце глубинным фундаментальным откровением, для того, чтобы вы смогли наконец-то начать жить успешную христианскую жизнь. Касательно понятия «успешного» я не имею в виду, что у вас не будет проблем или не будет сложных выборов, решений или, возможно, сложной борьбы. Но вступая в такую борьбу, оделевая грех, превозмогая какие-то проблемы, трудности, испытания на вашем пути, вы будете делать это не потому, что вы должны так делать по закону, а потому что вы новое творение, вы сможете это делать, вы утверждены во Христе, вы знаете, что вы Дитя Божье, вы знаете, что Господь с вами. И на это откровение нужно просто полностью положиться, нужно принять его, нужно растворить его верой. Оно действительно должно стать нашим естеством. Заметьте, все послания в Новом Завете Павел начинает, даже когда он пишет проблемным церквям, он говорит верующим о том, напоминает им о том, кто они во Христе Иисусе, что они искуплены, что они призваны, что грехи их прощены, что они оправданы, что они новое творение, что они победители, что они близки с Богом, являются одним Духом с Ним. И именно эта позиция послужит фундаментом для того, чтобы начать в своей жизни побеждать проблемы, грех и какие-то зависимости. Вы будете побеждать их не из позиции стыда, а из позиции сыновства. В притче о блудном сыне Иисус подчеркнул ту же самую мысль. Отец, который выходил на дорогу и ждал своего сына, он принял его как сына, хотя сын изначально считал себя недостойным и хотел вернуться в дом отца, хотя бы даже в качестве раба. Но отец принял его как сына, потому что он видел его как сына. Он не смотрел на него так, как сам сын смотрел на себя. И в этом ключевой момент. Настоящее покаяние приходит не от состояния религиозного стыда, оно приходит от осознания сыновства. Это именно ту ценность, которую Отец, наш Небесный Отец, хочет привить нам, как своим детям. Именно она станет вот тем победоносным фундаментом, который позволит нам в конечном итоге одержать победы над теми, связывающими нас в жизни проблемами, которые мы так долго не можем решить, теми оковами, которые мешают нам полноценно наслаждаться христианской жизнью. Хочу еще раз подчеркнуть эту мысль, что совершать наш путь спасения в этой жизни мы можем только из позиции во Христе. Поэтому ободряю вас изучать эту тему очень активно, очень внимательно посвятить время тому, чтобы осознать, дать возможность Духу Святому проговорить и вложить в ваше сердце это откровение о том, кто вы, как новое творение во Христе Иисусе. Эта тема не раз поднималась в церквях и в определенные периоды это был некий даже хайп по поводу того, что кто мы во Христе, какие права мы имеем, какая у нас позиция власти, каких возможностей и так далее. Но здесь очень важно, что в нашей жизни с этим обетованием нужно не хайповать, его действительно нужно принять, его нужно растворить в себе, или будет правильно сказать раствориться в нем. И вот именно тогда оно станет той отправной точкой для победы, о которой я говорил выше. Именно в этом суть евангельской вести. Иисус пришел для того, чтобы вернуть нас Отцу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!